всем привет уже после нового года приезжают со вмятинками народ это honda у нас аккура вот такие повреждения хорошо шорпнули здесь и вот снизу ну тут кое-где продрано глубоко но вопрос в том что надо просто это выправить и затамповать машинка уже не новая окрашена так что решили подвыправить эти вмятины затамповать ну речь пойдет не об этом вот у нас задняя левая дверь посмотрим как она разбирается вот видео будет об этом как разобрать заднюю левую дверку на honda acura кому-то это видео пригодится но заодно как я и всем ребятам говорю кто разбирает чтобы не забывали показывать где здесь на детали находятся усилители чтобы если кому-то попадется такой автомобиль ну или другой человек уже примерно знал где и как располагаются какие есть усилители поехали первым делом начинаем с первоначального осмотра двери что мы видим под дверной ручкой и заглушечка раз здесь под ручкой открывания двери 2 ну и здесь ничего такое руками прошелся нет то есть по идее по идее начать надо с того что здесь и здесь выкрутить саморезы а дальше будет видно под ручкой открывания двери находится вот такая заглушечка она несъемная там саморез здесь же у нас вот такая штучка снимается такая заглушечка и под ней находится саморезик выкручиваем вот у нас еще есть накладочка моя тоже под деле здесь вот здесь зажим и здесь вот они по краям а такие металлические защелки ничего тут такого экстраординарного нету можно единственное нажав сюда снять этот электроразъем вот и посмотрим что дальше берем вот такие две лопаточки поддеваем и отщелкиваем панельку постепенно лопаточки у нас пластиковая дабы не пошкорябать краску дальше берем вот таким образом сдвигаем ручку здесь у нас вот такая защелочка пластиковая г-образная вот он у нас остался привод и вот оно это место да она вставляется вот они такие г-образные отростки когда вставляем вот такие задвигаем и она фиксируется и потом еще не забываем саморезик поднимая вот эту панель вверх все освобождается вот он замочек фиксатор который фиксирует открывание закрывание двери блокировка остается здесь на панели двери и внизу вот она у нас еще есть подсветка вот так открываем вот собственно и все декоративная обшивочка наша снята вот так она выглядит с обратной стороны выглядит она вот так все клипс очки на которых она держится остались целыми это очень хорошо что продолжаем смотреть дальше что у нас здесь здесь у нас на липком таком герметики черненьком вот такая вот из пластика защита дальше здесь вот на двух саморезов стоечка упор динамик электроразъем принципе больше особо тут ничего нет берем все это демонтируем аккуратно поскольку сейчас холодно чтобы ничего не рвать я слегка это все прогреваю феном и плавно потихонечку демонтирую но это понятно и это понятно тут обычные саморезы крестиком снимаем динамик снимаем вот эту стоечку прогреваем феном здесь да еще вот заглушка стоит но ее обычным она такая резиново-пластиковая прогреваем и тоже снимаем поехали вот наша стоечка опорная я чтоб не заморачиваться вот она у нас стоит так ставлю стрелку вверх чтобы уже потом даже не думать берем уже отдельно теперь у нас динамик вот он наш динамик три такие длинных саморезика опа вот он электроразъем от динамика вот он наш электроразъем сдавливаем с краев и вот так он расходится и выходят из зацепов фиксатора теперь снимаем вот эту заглушку и можно будет уже демонтировать вот эту пленочку вот так она выглядит это заглушка но такая пластиковая не пластиковая резиновая не резиновая что-то среднее берем наш фен и потихоньку потихоньку прогреваем еще раз повторюсь почему потому что сейчас не лето сейчас холодно и чтобы не порвать это дело и аккуратно демонтировать лучше это потихоньку прогреть но опять же это делать надо осторожно потому что пленочка тоненькая ее можно спалить просто потихоньку не торопясь прогреваем но аккуратно потому что пленочка у нас не знаю как на вот эти места они видны где у нас приклеена как я уже говорил она довольно таки легко спокойненько отходит чуть-чуть я прогрела фен так не торопясь потихонечку демонтируем стараюсь себя все делать аккуратно потому что это дело можно как говорится накосячить и потом уже надо будет эту вновь возникшую проблему решать поэтому не торопимся если где-то что-то не идет можно еще немножко прогреть и опять же аккуратненько все это снять здесь вот еще столкнулся электроразъемчик есть вот он и он на таких вот фишечках стоит залазим изнутри двери сдавливаем вот эти усики и он выходит и как раз вот есть стандартная заводская прорезь вот этот электроразъемчик вот так вот аккуратно снимаем 2 вот она тоже самое с двух сторон выступы вот они сдавливаем и все выходит вот таким образом у нас мы видим теперь вот он у нас усилитель здесь двери двери дверь у нас куда выходит он у нас практически горизонтально стоит конь ну и конечно же как водится вот мы смотрим вот он наш усилитель вот он я показываю и вот я так поворачиваю ну и конечно же вот это наше повреждение естественно находится под усилителем ну а как иначе по-другому иначе было бы не интересно стеклашка мне мешать не будет ну тут мы видим надо будет подрезать герметик засунуть инструмент хотя в принципе вот если надо снять раз два три 4 вот вот они окошки есть опускаем стекло вон там на стекле вот они болтушки видны то есть опускаем стекло сюда выкручиваем болтушки вынимаем стекло снимаем стеклоподъемник если он нам как говорится мешает или нам что-то не нравится но это в принципе тут все стандартно еще раз покажу вот они болтушки мы их видим проблемы никаких не будет со снятием и установка стекла по поводу ручки здесь вот мы видим болтушок вот тоже самое откручиваем ручка вынимается так это здесь крепление то же самое вынимается то есть ручку вот так выдвигаем и вынимаем сюда и у нас по ее строению видно вот она защелка вынимается выщелкивается и подается сюда вперед по ходу машины вот так вот в принципе несложно без каких-то проблем разбирается дверка на honda acura но это более старшего старого поколения на новых лица еще не попадались попадется будем снимать и выкладывать но на этом все всем спасибо за внимание еще раз повторюсь кому-то надеюсь видео это поможет когда он убит куда когда он убит он убит что это время вот я